Сегодня мы открываем Государственный Центральный Музей Кино на ВДНХ. И это такая обновленная версия музея, потому что на самом деле его история началась еще в 1989 году, когда по инициативе Союза кинематографистов музейный отдел Бюро кинопропаганды дорос до названия музея. Мы открываемся тремя экспозициями. Они очень разные и по стилистике, и по глубине. Во-первых, это, конечно, наша основная экспозиция, в которой мы сейчас непосредственно находимся. Она рассказывает об истории отечественного кинематографа. Это лабиринт истории, и это действительно выставка, построенная по принципу лабиринта, с рассказом о каких-то основных событиях или персонах того или иного десятилетия в истории отечественного кино. Вторая выставка «Анна. Прибытие поезда» базируется на коллекции костюмов фильма Сергея Александровича Соловьева «Анна Каренина». И третья – это, в общем, такая галерейная экспозиция, галерея памяти, как мы ее для себя назвали. Поскольку в рамках основной экспозиции нам не удалось подробно рассказать о любимых нами актерах отечественного кино, актерах, актрисах, то мы выделили их в отдельную такую галерею, для того, чтобы люди еще раз могли взглянуть в глаза, в прямом смысле этого слова, нашим прекрасным совершенно актерам, которых мы помним, любим, и на самом деле с которыми в основном у людей и ассоциируется история кино. Я хочу обратить ваше внимание вот на этот экспонат. Это очень интересный экспонат. Но если рассказать предысторию, то можно сказать, что в царской России киноаппаратуру вообще не производили. И когда в 20-х годах кино вообще развивалось, и было и зарубежное кино, и наше, возникла необходимость, чтобы были не только проекционные аппараты, которые стояли в городах, в больших кинотеатрах, а нужно было быстро распространить, ну и в целях информации, и в целях агитации, пропаганды, кстати, нужно было кино быстро распространить по нашей огромной стране, где много труднодоступных мест, где вообще про кино вообще никогда не слышали. И, значит, начали производить аппаратуру не со съемочной, а первой была задача сделать кинопроекционные аппараты. Это так называемая кинопередвижка. И даже был такой лозунг «даешь кинопередвижку». И выпустили сразу много. Ну, сначала там экспериментальный, потом видели, что пошло. Простой очень механизм, видите, как бы сама механика похожа на швейную машинку. Это вот ручной такой привод, еще не звуковой. А это был первый наш, он называется ГОС, Государственный оптический завод, в Питере производили. И вот их быстро, значит, выпустили, обучили киномехаников. И послали их по всей стране в разные концы, труднодоступные места нашей страны, в сельские местности, в колхозы. То есть можно было натянуть экран и показывать в любом сарае вообще, да. Знаете, есть очень интересный фильм, он называется «Агитбригада, бей врага». И там показывают, как во время войны они, значит, вот с таким аппаратом плывут по реке Енисей, где только там ссыльные работают на лесоповале, где вообще не слышали, или какие-то старобрядцы. И вот они достают этот проектор. И лучшие советские фильмы, Чапаев, там, свинарка и пастуха, в общем, прочее. И показывают, и это производит огромнейшее впечатление. В общем, эти кинопередвижки, они очень успешные, в общем, это было, потому что быстро. Стали показывать новости дня, киножурналы, потом так называемый культурфильмы, ну, какие-то руководства по, там, земледелию, или, там, животноводству, или гигиене, или, там, в общем, каком-то педагогическом, там, делом. То есть они могли показывать совершенно разнообразные фильмы. Очень было просто, подключается, но должна было быть куда-то подключение к электричеству. А куда они ездили, это не везде было. Они возили с собой динамомашину, и кто-нибудь из них, или кто-то из активистов этой деревни, крутили эту машину весь сеанс, значит, или ногами, или руками, или как угодно, чтобы ток на лампу дать. Потому что это как бы рукой крутилось, вот так, просто механик целый, весь сеанс с одинаковой скоростью, с той же скоростью, с которой снимал киноаппарат, там, 24 кадра в секунду, там, или 16, а это должно с такой же скоростью, равномерно от руки, вот так вот считал. Там, раз, два, раз, два, точно, точно, вот, иначе люди побегут, или будет ускорено, или будет замедлено, или что. И вот такие проводились сеансы, в общем, успешно.